Всем привет! Это новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня я поговорю о прошивке на Android 8.1, основанной на мод от Pixel, соответственно, на Xiaomi Mi 5. Я начинаю. Поехали! Ну что ж, дорогие друзья, встречают, как всегда, у нас по одежке. И, соответственно, давайте будем разговаривать с самого-самого начала. Это, собственно, экран разблокировки. Вот таким вот образом это все выглядит. То есть вы можете видеть, что все уведомления приходят непосредственно на экранчик. В темноте подсвечивается, включается функция Always On Display. Это очень прикольно. Все дело выглядит именно в момент уведомления. Сразу могу отметить, что все светодиоды оповещения работают. Сейчас мигает голубеньким цветом. Ну и, собственно, первое нововведение – это у нас разблокировка по лицу. Очень быстро все происходит. На расстоянии до 1 метра это дело все работает. При этом это, скорее всего, конечно же, смарт-лок от Google. То есть вы можете настроить сканер распознавания лица, так называемый, непосредственно встроенный в операционную систему Android. Здесь он работает очень хорошо. В темноте, правда, не работает. Это минус. Но все-таки вы пользуетесь смартфоном практически в основном в светлое время суток. Далее. После того, как вы посмотрели на экран блокировки, сюда приходят уведомления. Их можно просто вот таким вот образом смахнуть, либо непосредственно ответить на любой из этих комментариев и из этих уведомлений. В моем случае еще хотелось бы отметить вот такую вот особенность. Если вы начинаете что-то делать и проделывать на экране блокировки, то потом вам надо опять подсветить непосредственно дисплейчик. То есть нажать кнопку питания, если нажмете на сканер, сработает, соответственно, отпечаток пальца. Просто включение-выключение кнопочку нажимаете, подносите к лицу, точнее смотрите просто на телефон, и у вас это все дело разблокируется. Далее по внешнему виду. Вот таким вот образом у нас выглядит шторка уведомлений. Также шторка быстрого доступа к настройкам. Давайте поставим побольше яркость экрана. Прикольно, что здесь можно все это дело, конечно же, настраивать под себя. Сейчас скриншот работает даже в выделенную область. К примеру, я хочу сделать буквально секундочку. Так, я это зажимаю и область выделяю. То есть скриншот у нас непосредственно сделан, и он будет открыт в любой удобной для вас программе. Вот таким вот образом у нас скриншотик сохранился. Далее, я не знаю почему, но именно сейчас у нас почему-то включилось вот такое вот. Я, скорее всего, нажал на режим энергосбережения, и у нас Android ушел в такую красную верхнюю полосочку наверху. Не совсем симпатично это выглядит. Говорят, что в Android 9 это все дело исправят, и она не будет такая нативно красная, и как будто бы что-то случилось с смартфоном. Нет. Здесь она такая, режим энергосбережения я практически не включаю. Дальше по настройкам. Хотелось бы сразу вам сказать, происходит это все следующим образом. Есть настройка темы. У меня включена адаптивная. Я не знаю, что это означает. Это означает только одно. Она меняется в зависимости от того, как настроен внешний вид внутренней вашей системы. Если стоят темные обои, у вас система вся сама темненькая. То есть менюшечка вот такая вот темненькая, настроечек. Как только вы поменяете, заходим в обои, любые веселенькие, светленькие ставим, и у нас непосредственно так. Я, наверное, не поставил, а просто выбрал. Давайте вот светленькие любые вот эти вот. Вот устанавливаем как фоновый рисунок на главный экран, и у нас тема сразу превращается вот в такую вот светлую. Это прикольно, то есть вы можете отдельно настроить. Если вы не хотите этих изменений, вы можете отдельно сделать светлую, либо отдельно сделать темную. У меня стоит адаптивная. Мне это хорошо. Дальше меняем на темненький. И после этого продолжаем разговаривать про прошивку. Касаемо настроек прошивки, давайте сразу зайдем, то есть вот сразу же изменяется на темную. Заходим в режим система. Здесь есть интересный пункт. Сначала зайдем, посмотрим, что я вас не обманываю. Android 8.1. Здесь очень интересно отработана именно подача. То есть если мы нажимаем обновление системы, есть, присутствуют от обновления. Они уже без проблем устанавливаются, как, допустим, если бы это была у вас система из коробки. То есть поддержка от обновления, она есть. Но самое, что интересно здесь, это расширение. Если вы заходите сюда, вы можете скачать обои от Pixel, стикеры для Google камеры и также несколько утилит. А конкретно это Magic. Она нужна нам для того, чтобы скрыть root и для того, чтобы у нас корректно работал Android Pay. Потому что многих из вас волнует именно этот вопрос. Работает ли Android Pay на кастомной прошивке мод от Pixel на Xiaomi Mi 5. Так вот, отвечаю. Да, он работает, без проблем устанавливается, либо деинсталируется Magic прямо из-под системы. Там практически ничего не надо делать. Даже не то, что практически там вообще ничего не надо делать. И у вас автоматически начинает работать Android Pay, Google Pay. Как хотите, так и называйте. У меня есть скриншотики, подтверждающие то, что карточка у нас занесена и зарегистрирована. И также скриншот оплаты о том, что у нас непосредственно платеж совершается. И NFC-чип отрабатывает хорошо. Далее, раз мы зашли в скриншоты. Этот скриншот мы сейчас удалим. Раз мы зашли в скриншоты, давайте поговорим о быстродействии системы. Прогнал в Geekbench 1580 и 3951 1 балл. Соответственно, я считаю, что производительность системы никаким образом не страдает от того, что прошивка кастомная. Может быть, даже наоборот, с помощью каких-то настроек и надстроек над системой, с изменением ядра и тому подобное, вообще тонкой настройки системы, вы улучшите, скажем так, быстродействие еще быстрее. Что касаемо у нас разработки. Так, система для разработчиков. Хотелось бы отметить вот такой вот пунктик. Я всегда анимацию делаю в обычном Android на 0.5. Здесь есть тоненькая настройка. Вы можете настроить до 1.10 и это будет очень хорошо. Это удобно. Я скажу, что хотел бы это видеть в стандартной версии Android, а не в кастомных прошивках. Потому что именно так у нас система просто визуально, она очень быстро все летает. Меню работает отлично. Рабочие столы у нас перелистываются. Сам Pixel Launcher у нас практически не лагает. Касаемо лагов, раз уж об этом стал, скажем так, заикнулся, скажу следующее. Значит, система работает стабильно. Я пользовался пол недели без сим-карты, потом несколько дней сим-карты, сейчас опять снял сим-карту. Собственно, скажу следующее. Система работает стабильно, но есть, как у любого кастома, конечно же, какие-то микро, скажем так, проблемы. В том плане, что хотя бы раз в два дня, может быть раз в неделю у вас из-за того, что это все быстро происходит. Я, по крайней мере, привык работать с устройством быстро, чтобы он быстро думал, открывал те или иные приложения, возвращался к предыдущим тоже, соответственно, быстро. У меня иногда получалось так, что мне приходилось устройство перезагружать. Для чего? Ну, для того, чтобы, соответственно, оно перезагрузилось и работало, скажем так, корректно. Хотя здесь, конечно же, есть у нас очистка всех приложений, и я думаю, если вы стандартный пользователь, хотя если вы подумываете об установке кастомной прошивки, вы уже не стандартный пользователь. Что касаемо внешнего вида, опять же, вы можете настроить под себя, указать, какие иконки, можно установить любой другой лаунчер. У меня устраивает то, что здесь есть. Нижняя полосочка Google поиска не напрягает, пальцы на нее лишний раз не залазят, и ложных срабатываний нет. Очень нравится, скажем так, такой аскетичный виджет погоды и даты. Почему нет, скажем так? Нравится то, что работают у нас обои. Мы можем поставить живую вселенную, и, допустим, вот таким вот образом у нас будут выглядеть живые обои. Хотя хотите, выберите другие, допустим, вот эти. Но баг сразу, если мы выберем землю, то у нас эти обои не установятся. Не знаю, по какой причине. Далее, что касаемо камеры. Я не знаю почему, но у меня установилось две камеры. Я, скорее всего, скачал еще и гугловскую камеру. Как таковую, пользуюсь одновременно обои, обеими камерами. Камерами, собственно, и уже встроенная в прошивку камера тоже неплохо отрабатывает. В принципе, фоточки стандартные. Наверное, ну, чуточку, может быть, и лучше, чем на встроенной прошивке MIUI родной от Xiaomi. Давайте посмотрим, загорится ли сейчас оповещение о том, что... Хотя я, наверное, посмотрел, человек написал. То есть, посмотрите, как моментально срабатывает сканер распознавания. Точнее, сканера как такового нет. Как срабатывает Smart Lock. Так вот, камера меня устраивает по звуку. Давайте послушаем, как здесь работает звук. В принципе, все стандартно. Это единственное, почему мне захотелось, скажем так, поэкспериментировать с кастомными прошивками. Как это бывает у многих. Во-первых, многие переходят именно непосредственно из-за того, что криво работает Google Pay. Он же бывший Android Pay. Непосредственно на прошивке MIUI. Здесь он работает корректно. Никаких проблем у вас с этим не будет. Еще хотелось бы отметить. То есть, смотрите, мне пришло уведомление. Приложение какое-то событие ВКонтакте. Помимо того, что оно пришло в шторку уведомлений, так еще отображается на значке непосредственно самого приложения ВКонтакте отображается такая небольшая пиктограммка, говорящая о том, что, чувак, посмотри, у тебя там что-то случилось. Как бы, обрати на меня внимание. Прикольно. Как только я, допустим, отсюда вот так вот сделаю, и оно непосредственно отсюда тоже уберется автоматически. Далее, хотел посмотреть звук, точнее послушать звук. Начал слушать и отвлекся. Рингтоны. Ну, прикольно. Стандартные у нас рингтоны. Ничего такого удивительного нет, но, в принципе, стандартные настройки. Расширенные настройки звука, как, в принципе, в любом другом андроиде. Практически никак не меняется. Понимаете, друзья, это вот голенький андроид, такой, какой, допустим, он действительно мод от пикселя. Без лишних приложений, без лишних каких-то приблуд. У меня установлено достаточно большое количество приложений. Он вообще, то есть, Google сервисы есть, и даже дополнительно вы просто скачиваете. Вот там предустановленные гапсы. Это, по-моему, только Play Market, а дальше вы все устанавливаете сами. Я не помню, у меня просто автоматически все это дело с копией, соответственно, копируется и устанавливается с теми приложениями, которые лежали в этой самой копии. В общем и целом, по разряду давайте посмотрим. Наверное, больше всех интересует этот нюансик, что касаемо разряда. По быстродействию, по разряду могу сказать следующее. В Wi-Fi режиме, вот в таком вот, без сим-карты, телефон проработал 12 часов 35 минут, при этом 5 часов 40 минут эта работа у нас экрана. С сим-картой произошло следующее. У нас 3 часа 38 минут, то есть вы, если будете хорошо пользоваться, плотно так пользоваться, вы можете рассчитывать 2,5-3, 3,5 часов работы экрана. Я думаю, что это стабильно. Батарейку кушает, скажем так, умеренно, не сильно все это дело тратится. Обновления выходят, я думаю, будут каким-то образом еще все это дело улучшать и улучшать, поэтому в этом плане как бы надежность есть. Далее, по фотографиям, ну давайте посмотрим, какие еще фотографии я делал на этот самый смартфон, вот с этой предустановленной прошивкой. Вот таким вот образом у нас сфотографирован я с лошадью. В принципе, неплохо. Вот так отработана у нас макросъемка. Это в мастерской я дали. Вот таким вот образом у нас тоже съемка текста. В принципе, камеры работают, обе камеры, что Google камера, что это. Прямо здесь вот прям видно, какая греча у нас разваленная. Мне нравится та предустановленная камера, которая установлена здесь, в прошивке самой. Но если что-то не подойдет, то камера от Google вас всегда спасет и выручит. Дальше, по звонилке давайте посмотрим. Предустановленные, избранные. Откроем. Т9 у нас есть. Это очень хорошо. Вы можете пользоваться без проблем. Это все дело, когда русский язык есть. Запись звонка нет. Нету такой функции. Что касается стандартных тоже приложений. В принципе, их всех надо калькулятору. То есть, вот таким вот образом выглядит. Так, ну вы понимаете, да? Все те приложения, которые заточены под работу Android 8.1, они здесь будут присутствовать. Часы, опять же, давайте по поиску. Вот таким вот образом выглядит. Календарь. Вот так вот выглядит. Ну и так далее. То есть, стандартные приложения, я думаю, вас тоже в этом плане не разочаруют. Нагревается ли смартфон во время использования на данной прошивке? Нагревается умеренно. С жесткого такого нагрева нет. То есть, вы можете быть спокойным, что у вас он, скорее всего, не сгорит. Но, опять же, вы должны понимать. Кастомная прошивка, она и в Африке кастомная прошивка. Это прошивка, которая делается не всегда специалистами. Может быть, даже в какой-то степени лучше, чем то, что предлагает нам производитель. Но, в основном, это, конечно же, любители. Любители, которые, скажем так, начали разбираться в настройках и в создании каких-то модов, каких-то кастомов. И, соответственно, они все это дело пилят либо под свои девайсы, либо под заказ, либо просто ради интереса. Имейте это в виду. И все, что вы делаете, это вы делаете на свой страх и риск. Странно об этом говорить в конце видео, но все-таки я вас предупреждал. Любое вмешательство в работу вашего устройства, даже если оно на гарантийном обслуживании, вы ответственность несете. В общем, этим все сказано. Ну, на этом, наверное, в принципе, все. Давайте посмотрим на сам Android Pay, потому что это, наверное, самый главный вопрос. Работает он здесь очень быстро и стабильно работает. Карты регистрируются, сами платежи все проходят. Ну, на этом, наверное, пожалуй, точно теперь все. Конечно, большое спасибо, что посмотрели до этого момента. Кто досмотрел, пишите в комментариях, что я супергерой. Вы, точнее, супергерой. И напишите, кто конкретно, если у вас есть любимые супергерои. И с кем вы себя ассоциируете. Ну и, конечно же, подписывайтесь на группу ВКонтакте, если вам интересно. Чат в Телеграме есть, обязательно загляните. Все ссылочки полезные будут в описании. Актуально ли Mi 5 в 2018 году? Друзья, за 10-12 тысяч рублей это одно из лучших устройств. Опять же, не теряет актуальности. Главное, смотрите, чтобы аккумулятор был не убитый. Как бы, если вы покупаете булочку. Потому что новые, они уже, к сожалению, закончились. Всего вам самого хорошего. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok